Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алена. Рада вас всех приветствовать на моем канале Счастье Есть. Сегодня я бы хотела поделиться очередной порцией своих замечательных, классных, долгожданных и таких нужных покупок из интернет-магазинов. Это будет Валберис, это будет Яндекс.Маркет. Давайте приступать смотреть, что же я купила в этот раз. Первый товар, который у меня уже не помещается в кадр, вот в такой вот большой коробочке. Ой, тяжело-то как. Пришел ко мне вот такой замечательный сотейник с крышкой. Давно я мечтала о чугунном сотейнике с эмалированным покрытием. У меня есть парочка без эмалированных покрытий, терин красный и такой вот осенний вариант в виде тыковки, кастрюльку. А захотела теперь себе заиметь вот такой вот сотейник. Объем 3,5 литра. Бренд Баба Яга. Это бренд Галамарта, хотя я там не видела таких сотейников. Но вот на Яндекс.Маркете я нашла. Знаю, что вот такие сотейники стоят очень-очень дорого. Это была такая моя, наверное, уже думала, что мечта такая, которая никогда не сбудется. Но вот она сбылась. Потому что тратить на такой сотейник 15-20 тысяч я не была готова. А здесь вот чуть-чуть больше пяти тысяч, и можно себя побаловать вот такой вот красоткой. Мне очень понравилось заказывать именно на Яндекс.Маркете, потому что был удобный сервис. Курьер мне привез домой. Причем я заказала доставку 15-30 минут. Это значит, что в день доставки ваш товар поступает на мини-склад недалеко от вашего дома. И как только вы готовы принять курьера, вы нажимаете на кнопку, что да, все, я готова. В течение 13, ой, 13, 15-30 минут курьер к вам приезжает домой, и все хорошо. Не надо целый день сидеть и ждать курьера. Как это бывает на других площадках, да, в других интернет-магазинах, здесь все очень-очень просто. То есть я сходила с утра, погуляла с детьми, я сделала свои дела, я куда-то съездила. Вот, и смогла вот спокойно себе заказать в удобное для меня время. Вот такую вот красотку. Ну что, давайте вынимать, конечно же, из коробки и смотреть поближе. Есть вот такая бумажка, вкладыш, как ухаживать за такой кастрюлькой, за таким сотейником. Но здесь, на самом деле, все будет гораздо проще. То есть если мы говорим об обычном чагуне, то он только для готовки. Приготовили, обязательно тут же сразу моем. В этом сотейнике будет все попроще. Можно будет немного похранить здесь приготовленное блюдо. Внутри эмаль белого цвета. Только совсем недавно узнала о том, что цвет эмали очень и очень важен. Например, вы нигде не встретите посуду, чтобы внутри эмаль была желтая. Желтый цвет самый-самый вредный. То есть снаружи, у меня есть кастрюльки эмалированные, они снаружи желтого цвета. И вот только недавно я узнала, что, видите, есть разница, какого цвета эмаль и именно эмаль вот на той части посуды, в которой мы готовим. Здесь белое, все хорошо, все безопасно. Вот такой вот сотейник. Конечно, он неподъемный. Вот, двумя руками держу. Так более-менее хорошо. Но я довольна как слон, девчонки. Даже не как слон. Я не знаю, как выразить свою радость. Наконец-то у меня есть вот эта вот красотка. С удовольствием теперь буду в ней тушить, запекать, готовить, жарить, парить. В общем, все-все-все буду с ней делать. Вот такая прелесть. И, ну, я считаю, что это недорого, потому что, ну, говорю, это была прям такая уже мечта идиота. Очень хотелось, но цены, конечно, неподъемные. А здесь вот Галамарт нас порадовал. И на Яндекс.Маркете продает вот такие замечательные сотейнички. Поэтому проходите все ссылочки в описании к этому видео и заказывайте для себя. Дальше покажу вам свою обновку с примеркой. Это будет вот такое вот платьишко. Здесь даже есть отметка честный знак. Я взяла в размере L и в голубом цвете. Они есть в разных цветах. Составе здесь полиэстер. Но насколько оно приятно, это платье, насколько приятна ткань, вы себе просто не представляете. Она такая струящаяся, летящая, замечательная. Бренд называется Stouty. Расцветки, еще раз повторюсь, разные. Каждый подберет для себя. Есть все рекомендации по уходу. Производитель Россия, на секундочку, Якутия. Вот так вот. Первый раз вижу, чтобы у нас что-то производили в Якутии. Обычно Иваново, ну, или уже идет Узбекистан, то есть не Россия. Вот такое красивое платье. Покажу вам сразу все швы. Как все сделано, все аккуратно, все замечательно. Грудь красивая, красивый вырез. То есть можно как одеть рукавчики на плечики, так и спустить. Я буду носить все-таки поднятыми вверх. Мне так комфортнее. Покажу вам примерку. Конечно, первая примерка была в пункте выдачи, а дальше дома понеслось уже. И с туфлями, и с кроссовками, и с пиджаком, и с накидкой, вот с таким вот кардиганом. В общем, я, конечно, разгулялась. Так я рада этому платью. Ну и, конечно, вот этот вот пикантный разрез, пикантный, такая пикантная деталь. Ну, просто сказка. Муж оценил, очень ему понравилось. Поэтому, девчонки, конечно же, проходите, заказывайте для себя. Летнее, замечательное. Ни разу оно не... Не спотеешь в нем, вот. Хотя, ну, многих остановит полиэстер, но я вас уверяю, в этом платье все хорошо. Я уже гуляла в нем. По отзывам девчонки тоже пишут, что все хорошо, всем нравится. Никто не вспотел, никто не вспрел. Замечательное платье, ни у кого не порвалось, ничего не полиняло, не выцвело, не село после стирки. Поэтому, конечно же, обращайте внимание. Вот такая вот прелесть, вот такая у меня теперь обновка летняя, чему я не сказано, рада. Следующая моя покупка. Ну, давайте уж с Валберисом мы с вами закончим. Я вам покажу еще вот такой замечательный шампунь. Это мой любимый бренд. Ювиньон. Шампунь не содержит СЛС, не содержит СЛС. В составе очень много всевозможных хороших компонентов. Например, глицерин, гиалуроновая кислота, которые увлажняют кожу, восстанавливает неоцинамид. В результате волосы более объемные, увлажненные, напитанные. Почему я его взяла? Вообще, с брендом Ювиньон я очень-очень давно знакома. Сделаю еще такую вот новинку, да еще и бессульфатный шампунь. Для меня это важно, так как я реагирую на сульфат, у меня чешется голова. Конечно же, я взяла. Вы не представляете, насколько здесь бомбезный запах. Аромат нишевый. Что это значит? Ну, как мне показалось, это такая легкая нотка парфюма с кислинкой. Очень приятный аромат на самом деле. И расход у этого шампуня также минимальный. То есть, вот у меня волосы средней длины, мне достаточно было буквально там 3-4 капельки. Все хорошо вспенилось, хотя всегда это проблема у бессульфатных шампуней. Я это знаю. Вот, они очень редко прям так хорошо пенятся. Этот просто вот бомбезный. Волосы гладкие, волосы нежные. Конечно, я дополнительно уходом пользуюсь. Но когда я первый раз пробую шампунь, никакого ухода я не использую на волосы. Ну, что могу сказать? Расчесывалось все у меня легко. Волосы блестели. Все было замечательно. Поэтому я вам точно его рекомендую. И создан этот шампунь специально в тандеме с Ювиньон и Юлией Годуновой. Которая более 10 лет ведет канал про красоту и образ жизни. Они создали, кстати, не только шампунь, а вот прям целую линейку средств для волос и тела. Сьют бай Юлия Годунова. Так что можете попробовать. Я на самом деле задумываюсь о том, чтобы купить и другие средства из этой линейки, из этой серии. Обладают фирменным нишевым ароматом они все. Так что, я думаю, с удовольствием возьму и вам, конечно же, рекомендую. Очень хороший шампунь. Берите и не пожалейте. Прямо такая премиальная линейка мне показалась. Качество просто на высоте. Сейчас я уже этому шампуню точно ставлю лайк. И уже нет смысла мне рассказывать о нем в своем телеграм-канале. Оставлять там отзыв. Потому что уже я его протестировала, попробовала. Точно вам рекомендую. Заказывайте, не пожалейте. А мы с вами продолжаем дальше. Дальше я вам покажу цветочки. Не отпускает меня эта тематика. Вроде все уже посадила, но хочется еще. У меня уже тюльпаны последние отцветают. Набирают бутоны пионы. Но хочется еще и еще. Поэтому я взяла вот такие вот саженцы. Ранункулюс. White. Здесь надо быть внимательнее, девочки. Потому что кто-то берет в отзывах, и у них ничего не всходит. Здесь производитель, продавец указал, что обязательно, прежде чем сажать, необходимо замочить во влажной тряпочке на 2-4 часа до разбухания как раз-таки посадочного материала. В упаковке их здесь, по-моему, 10 штучек. Я не считала. Но, да, мне кажется, 10 как раз-таки. Попробуем, конечно же. Если все будет хорошо, вот здесь я отзыв в телеграм-канале оставлю. Вот такие цветочки. Пришли они ко мне не просто в пакетике, но и еще вот в коробочке. Все было хорошо, безопасно упаковано, ничего не повредилось в процессе транспортировки. Дальше с вами продолжаем. Покажу вам приправы. Нашла самый дешевый вариант душистого горошка. Именно на Яндекс.Маркете. Горошинки, посмотрите, одна к одной. Я бы не сказала, что они крупные, они скорее средние по размеру. Но мне нравится, что они вот такие вот одинаковые. В упаковке здесь 450 грамм. Нам горошек душистый нужен. Мы частенько сами солим красную рыбку для нее. Плюс мы еще не только солим красную рыбку, но и другую рыбку. Всякую там сайру, он такой вот коптим. Тоже для рассола, для маринада необходим душистый горошек. Ну и супчик. Поэтому у нас душистый горошек расходится очень-очень быстро. И вот такую большую упаковочку я нашла на Яндекс.Маркете по самой привлекательной цене. Здесь все зафольгировано. Запах очень-очень приятный. Ну как и должен пахнуть душистый горошек. Вот такая вот большая-большая баночка у меня. Следующие мои покупки для красоты. Также взяла еще себе на Яндекс.Маркете вот такой вот крем-масло, крем-баттер. Веганская формула, эко-лаборатория. У меня такой когда-то был. Мне его покупал муж, когда я была беременна еще своим сыночком. Я тогда постоянно мазала телеса. И ни одной новой растяжки у меня за всю беременность не появилось. И мне тогда он так понравился. И вот только спустя сколько, почти 7 лет, я его решила повторить покупку. Видите, иногда как долго возвращаешься, идешь к тому, с чего начинал. Очень приятный, нежный такой аромат. Тоже с какой-то кислинкой. Вот наподобие как у этого шампуня. Мне он тогда очень так нравился. Поэтому, конечно же, с удовольствием я к нему вернулась. Впитывается он, конечно, не очень быстро. Но он дарит очень-очень приятное ощущение напитанности, увлажненности кожи. Поэтому вполне можно простить вот это вот небыстрое впитывание. Объем 200 мл. Хватит надолго. Расход минимальный. Попробуйте, попробуйте. Особенно девочки, кто сейчас в положении. Чтобы не появлялись растяжки, необходимо, конечно, кожу питать. Но все зависит, конечно, от генетики. Они в любом случае могут появиться. Но немножко можно себя побаловать и дать коже дополнительное питание, чтобы она справилась с этим периодом. Экстракт гуавы, масло бабасу и ши в составе. Приятный аромат, замечательное качество и 100% моя рекомендация вам. А мы дальше продолжаем. Покажу вам еще вот такой вот мист для тела. Сейчас к лету это очень актуально. Конечно, крем-баттер это все хорошо. Но когда жарко, хочется чего-нибудь такого легкого. Вот поэтому взяла вот такое вот на пробу себе с ароматом дыни. Сладкая дыня называется аромат. Правильно, это душистая вода с прейс-дезодорирующим эффектом. Что могу я вам сказать по аромату на данный момент? Да, пахнет дынькой, но запах достаточно сильный. Я бы даже сказала, немножко химозный. Надеюсь, что когда буду распылять, он немножко будет такой успокоиться, что ли. Ну да, вот сейчас вот на руке пахнет только дынькой. И уже вот этого вот сильного химического отголоска не слышится в аромате. Так что рекомендую. Там тоже очень-очень много всяких ароматов. Как раз на лето каждый себе сможет подобрать у этого продавца, у этого производителя. Ссылочки, еще раз повторюсь, все будут в описании. Далее, следующая моя покупка. Вот в таком вот, ну здесь был не только такой пакетик. Это вот такой вот светильник на солнечной батарее для сада, для огорода. Ну, я думаю, можно и на терраске, и на крыльце. Если у вас нету дачи или дома, да, вы можете у себя на окошке повесить. В обычной городской квартире почему бы нет, будет вас радовать. Ну, не на окошке, а где-то у себя, не знаю. Может, у вас большой фикус дома стоит, и вы на нем разместите. Отставить ее под солнышко. В течение дня будет накапливаться заряд. И когда станет темно, вот эти замечательные сосульки включатся. Сейчас они не включаются, потому что у меня очень-очень много света. Ну что, давайте мы немножко уберем свет. Я вам попробую все продемонстрировать. Нет, да, тоже пока не включается. Ну что, вот, выключила. Теперь все мигает. А, надо было всего лишь перевернуть. Здесь несколько режимов. Выбирайте любой. Включайте. И как только солнышко садится, ваша такая вот замечательная гирлянда будет включаться, радовать вас. Я на самом деле взяла, знаете, где хочу разместить. У меня небольшая яблоня. Наверное, сколько? Ну, метра два она высотой. Еще небольшой размах. Хочу молоденькая. Я хочу на ветках этой яблони разместить. Я думаю, что будет очень-очень красиво смотреться, когда вечером вот это все будет. Ну, не так ярко мигать. Все-таки не Новый год. Я бы, наверное, включила, может быть, вот этот режим. Или вот такой. В общем, посмотрим, какой нам больше понравится. Замечательная такая гирлянда. Пока все выключим. Добавим свет. И продолжим с вами смотреть мои покупки далее. Еще я вам покажу, мои дорогие, две свои обновочки. Ну, какая хозяйка не любит красивую новую посуду, да? Я увидела две замечательные пиалы. Сначала одну увидела, а потом, когда вот стала ее поближе рассматривать, выяснилось, что их, оказывается, две. А, по-моему, была третья просто беленькая, без всяких узоров. По-моему, да, если вам захочется, возьмите ее. Но вот я увидела вот такую замечательную пиалочку. Цветочек. Здесь вот такая тоже окантовочка интересная. Пиалочка небольшая, но вот такая нежность, такая красота. Я прям так и вижу в ней землянику. Ну, или какой-нибудь, можно завтрак, кашку положить, да все что угодно, да? И вторая вот такая вот прелесть в сердечках. Причем видно, да, что это ручная работа, нарисована так вот. Это больше цвета, где-то меньше. Но такая нежность, такая прям вот сказочность. Я влюбилась в эти пиалочки, когда их увидела. Поэтому, конечно, с удовольствием их заказала. И вам рекомендую, проходите, заказывайте. Девчонки, все ссылки оставлю в описании к этому видео. Ну, просто сказочная красота, согласитесь. Вот такие две пиалочки я себе еще взяла. Порадовать себя к лету, к летнему сезону фруктово-ягодному. И на этой ноте я бы хотела с вами сегодня попрощаться. Спасибо, что вы были со мной до конца. Очень надеюсь, что мое видео для вас было полезным, интересным. Вы обязательно загляньте в интернет-магазины. Закажите что-то для себя из моего обзора. И эти товары, эти вещи будут вас, конечно же, радовать. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал, чтобы не теряться. Все ссылочки в описании к этому видео. Там же будут ссылочки на Дзен-канал, где видео выходит на три часа раньше. И на Телеграм-канал, где вы можете поделиться своими покупками, находками и творческими идеями. Даже такое. Там недавно одна моя подписчица выложила красоту, как она поменяла слоников из Фикс Прайс. Добавила тарелочку. И получилась очень замечательная подставка. Блюдо, как угодно назовите. Тоже все это приветствуется. Поэтому проходите в мой Телеграм-канал и подписывайтесь. Берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. И пока-пока.